МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Наш день» в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главном сегодня. Ушла из дома и не вернулась. 21-летняя жительница села Сокол Екатерина Магирамова с 7 июля не выходит на связь с родственниками. Поиски девушки результатов не дают подробнее во второй части выпуска. Антирекорды сахаленских заправок под покровом ночи. На острове снова выросли цены на бензин в пятый раз за два месяца. Конный парад открыл праздничные мероприятия главного события для сахаленских татар – Дня плуга. Гуляния продолжались в городском парке. Больше грязи, больше драйва. На сахалене впервые прошли гонки автомобильных монстров с мировым именем – РФС. Цены на сахаленских заправках бьют антирекорды. Произошло уже пятое подорожание топлива за лето. Очередной скачок произошел на АЗС «Роснефти» ночью в субботу. Все марки выросли в цене на 50 копеек. И сейчас 92-й бензин стоит 41,50 рубля. 95-й и дистоплива – 43 рубля. Всего же с 1 июня цены взлетели в среднем на 2 рубля. Добавлю, что последнее подорожание было две недели назад. Тогда поставщик топлива на Сахален, Роснефть, Востокнефтепродукт, в официальном ответе АСТВ сообщил, что одной из причин роста цен является повышенный спрос на топливо. Примечательно, что ответы компаний не меняются годами. В ноябре 2015-го пресс-служба «Востокнефтепродукта» ровно такими же словами объясняла очередное изменение ценников. Коллективу Долинского дорожного ремонтно-строительного управления в понедельник представили временно исполняющего обязанности руководителя. До тех пор, пока уволенный Анатолий Улитин в отпуске, его обязанности будет исполнять Игорь Анисимов. А 25 июля он займет должность руководителя официально. Во время встречи с коллективом он определил первоочередные задачи. В дальнейшем я планирую продолжение работы предприятия, его стабильность и улучшение качеств как производственной дисциплины, так и материально-технической базы. Новый руководитель говорит, встреча прошла благополучно, нормально. Будем работать. В процессе работы все будет видно. Напомню, об увольнении бывшего руководителя Долинского ДРСУ стало известно во время рабочей поездки в район губернатора Олега Кожемяка. Тогда люди пожаловались на качество дороги Долинск-Быков. Многострадальные 18 километров разбитой грунтовки находятся в ужасном состоянии. Между тем, на содержание именно этого отрезка пути управление получает солидные суммы. Ежегодно по 25 миллионов рублей. Только на текущее обслуживание. Осенью 2015-го дополнительно выделено 53 миллиона на ее восстановление после циклонов. И еще 35 миллионов управление получило на асфальтирование 800-метрового участка дороги от Туглезаводска в сторону Долинска. Асфальт надо ложить, чтобы машины ездили, не бились. Налоги берут, берут, а дороги не делают. Вот. Губернатор приехал, посмотрел. Ямки засыпали сразу все. В пылище все. Считаю, пять рейсов туда, пять назад. Губернатор приезжал, ее грейдировали, а так ее забывает, как эта стиральная доска. Новый руководитель Долинского ДРСУ Игорь Ансимов, говоря о своих планов, сообщил. Прежде всего, он лично проедет по дороге до Быково. Сельскохозяйственные проекты птицефабрики «Островная» и совхозы «Корсаковские» включат в состав территории опережающего развития «Южное». Планы совхоза, например, уже расписаны на месяцы вперед. Здесь продолжается строительство современного агрогородка. Сахалинское сельское хозяйство наращивает темпы развития. Несколько десятков сооружений сельскохозяйственного назначения планируют построить в совхозе «Корсаковский». Скоро здесь появится жилой комплекс на 50 домов, молочно-товарная ферма и новые силостные траншеи. Подобные траншеи на острове возбудят впервые. По графику, первые три объекта должны сдать до 15 августа. Но работы идут с небольшим опережением. Со второй траншеи отсыпана бетонная подготовка, залита, готова для того, чтобы укладывать арматуру. Третья траншея сегодня должна быть засыпана и к понедельнику должно залиться бетонное основание. После прокладки траншеи строители приступят к следующей очереди строительства комплекса. Чуть позже здесь появится здание для содержания коров и молодняка, вместительный навес для сена, под который можно укрыть до 750 тонн, площадка для хранения техники и бункер для комбикорма. Работа ведется не только в селе Раздольное. В соседнем населенном пункте Чапаева начали возрождать ферму. Сейчас в порядок приводят основные помещения, где уже осенью разместят 600 голов мясного скота. В этом году на полях Корсаковского совхоза засеяли более тысячи гектаров однолетней травы. Выращенные культуры пойдут на корм с животным. Впервые за многие годы на сахалинских полях высадили кукурузу. Также в Сафозе-Корсаковском около 200 гектар занял картофель. Так, чтобы в декабре, если продукция пошла, она должна быть здесь представлена вами быть и в Баранайске, и в Долинске, и в Холмске, и в Небельске. Сеть, допустим, взяли 5-6 городов. И нужно организовывать эту сеть. Сеть организации нужно организовать к каждому предприятию. Также глава региона отметил, максимальная накрутка на все товары не должна превышать 15%, включая транспортные расходы. 25-й микрорайон и стройплощадки в Дальнем вновь под пристальным вниманием городских властей. Напомню, за процессом возведения домов и благоустройством мэр Южно-Сахалинска следит лично. Поводом для таких регулярных проверок стало недовольство новоселов из Дальнего, когда они были вынуждены переехать в новые дома, буквально утопающие в грязи. Здесь не смолкает шум и грохот с раннего утра до позднего вечера. В 25-м микрорайоне областного центра кипит работа. Завершена первая очередь строительства из 13 многоквартирных домов. Сейчас подрядчик проводит работы по благоустройству придомовых территорий. Здесь будут обустроены спортивные площадки. На территории микрорайона запланировано маловато мест для парковки. На это обратил внимание мэр и поручил в короткие сроки выделить дополнительный участок. Также глава областного центра заметил, что работа по переселению людей и сносимых бараков должна быть согласованной. Дом номер 100 переедет в сентябре месяца этого года. Понятно, все, они это знают. Дом номер 97 переедет тогда. Следующий это ваша переезд, следующий задание ДГХ. ДГХ в течение двух недель снести дом номер 100 после переезда. Вот должна быть такой вот, и тогда будет все понятно. Мэр Южно-Сахалинска также посетил новый район села Дальнего. В северной его части построено муниципальное жилье. Дома уже сданы, идет заселение. Обустройство дворовых территорий ведут две компании-подрядчика. Градоначальник заметил, что озеленение должно быть качественным. Там, где заказчик муниципалитет, заказчик благоустройства муниципалитет, мы не можем вводить с плохим озеленением. Здесь, если растут по проекту какие-то непонятные кусики, на которых строители, конечно, будут пытаться сэкономить, то эта история не устраивает никого. Газон должен быть обустроен по всем нормам, а кустарники и деревья здоровыми тогда не придется переделывать, заметил Сергей Александрович. На полное благоустройство нового микрорайона строителям отведено времени до конца месяца. За исполнением данных планов Сергей Надсадин намерен следить лично. Сахалинская областная дума закончила свою работу, как и большинство островитян. Многие депутаты сейчас находятся в отпуске, однако продолжают свою деятельность. Кто за рабочим столом, а кто в районах. Что сейчас происходит в региональном парламенте, узнала наша съемочная группа. Редкие кадры. Зал заседаний Сахалинской областной думы пуст. Только мягкие кресла сиротливо дожидаются своих хозяев. А это святая святых для всех журналистов. Редко попадают в объектив телекамеры. Обычно в это время в пресс-центре кипит работа. За столом сидят журналисты, строчат блокноты, делают пометки. Идет прямая трансляция заседаний. Но сейчас здесь непривычно тихо. Нет заседаний, нет журналистов. Но это не значит, что работа областной думы остановилась. Несмотря на летние каникулы, в областную думу ежедневно обращаются граждане. Одна из наболевших тем – многодетные семьи. Никак не могут начать строительство на выделенных землях. Эти участки уже раздали давно. В некоторых местах у некоторых людей уже по два года. А строительство не могут начать. Это в Дальнем, это в Новой деревне. По словам депутата, ситуация под контролем, проблема решается. Большинство коллег Александра Зенкина сейчас в разъездах. Время между сессиями – одно из самых продуктивных. Есть возможность посетить отдаленные районы и узнать на местах о потребностях населения. Деловые поездки Александра уже расписаны на август. А пока он готовит законопроект, который позволит военнослужащим-контрактникам получать двойную пенсию. Пока этой привилегией пользуются только призывники. А те военнослужащие, которые проходили военную службу по контракту, достигнув пенсионного возраста, он должен выбирать, либо он уходит на пенсию по старости, либо по инвалидности продолжать получать пенсию. Я считаю, что это несправедливо. Осенью Александр Зенкин выйдет с этой инициативой к депутатам областной думы и заручившись их поддержкой начнет продвигать законопроект уже в Государственную думу. Следующая сессия обещает стать особенно конструктивной. Одни оживленно следили за схватками в национальной борьбе карэш, другие танцевали поднародные напевы, третьи знакомились с блюдами национальной кухни. В воскресенье сахалинские татары отмечали свой любимый праздник – День плуга. Главное участие, говорят гости праздника, а для коней отличная разрядка. Алена и Сафари – дебютанты. И на финишной прямой вырвались вперед, обскакав Роксану и Грацию – лидеров прошлого года. Я когда ехала сюда, у меня даже не было надежды. Может быть, надежда была, конечно, на победу, но если бы я не победила, я бы не расстроилась. Потому что каждый получает по своим заслугам. Есть конь, которые сильнее, но они перенервничали, они просто сошли с дистанции. Конный парад открыл праздничные мероприятия. Ближе к обеду на стадионе «Космос» Сабантуй собрал сахалинцев на татарский национальный праздник – День плуга. Впервые для сахалинских татар культурный центр «Тугантел» организовал масштабный праздник 11 лет назад, который собрал порядка 4 тысяч человек. Как известно, татары живут в разных уголках мира, и правительство Татарстана охотно помогает в проведении Дня плуга. Как и предыдущие годы, на остров прилетели лучшие вокалисты республики, лауреаты международных конкурсов – Руслан Хасанов и Серина Зайнудинова. И сейчас также, конечно, мы усовершенствуемся, смотрим уже на молодежь, более ориентируемся. Но традиции, обычаи своего народа татарского мы не забываем. Очень сильно понравилась Сахалинская область, вообще местность. Так как я человек природы, человек воды, можно сказать, кругом здесь, можно сказать, море, океан, да, это для меня, конечно, очень впечатлило сильно. Гости Сабантуя участвовали в конкурсах, играх и с удовольствием пробовали татарские национальные блюда. И сейчас ко мне в студии присоединилась министр социальной защиты Сахалинской области. Мы поговорим о мерах поддержки для пожилых сахалинцев. Елена Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, Елена Николаевна, сегодня в Сахалинской области насчитывается вот сколько пенсионеров и кому из них положены меры социальной поддержки? В настоящее время у нас 125 граждан пожилого возраста проживает, 125 тысяч граждан пожилого возраста проживает, и всем им предоставляются меры социальной поддержки. Если говорить о видах, то их более 60. И в бюджете этого года на реализацию этих мер, на их предоставление предусмотрено свыше 4,5 миллиардов рублей. Серьезная сумма? Да, сумма очень значительная. А предоставляются это и ежемесячные, и ежеквартальные, и ежегодные выплаты, и социальные выплаты, и компенсационные, и субсидии. Более того, мы предоставляем еще санаторно-курортные путевки. У нас граждане старше 70 лет освобождены полностью от уплаты взносов на капитальный ремонт. Ну и, конечно, предоставляем бесплатное зубопротезирование. Какие меры, может быть, наиболее популярны у наших пенсионеров? А каких, может быть, они не знают, но им стоило бы о них знать? Ну, конечно, если говорить о популярных, то это те меры социальной поддержки, которые были приняты по инициативе губернатора нашей области в августе прошлого года. А это, как я уже сказала, бесплатное зубопротезирование. Причем применяются сейчас современные технологии, современные материалы. Это металлокерамики. Металлокерамика, кстати, это у нас только один регион, который применяет металлокерамику при зубопротезировании, бесплатном зубопротезировании. Конечно, это предоставление санаторно-курортных путевок. С января текущего года введена новая мера соцподдержки для граждан, которые относятся к категории «дети войны». Так вот, это идет речь о компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в санатории, которые расположены на территории Российской Федерации. С начала года у нас уже 13 граждан приобрели самостоятельно такие путевки, отдохнули в здравницах Краснодарского и Хабаровского края, получили компенсационную выплату, размер которой составляет 50% от стоимости путевки, но не более 30 тысяч рублей. На ура у нас, конечно, были встречены, встречена такая мера соцподдержки, как бесплатный проезд, что внутри города, то и межмуниципального сообщения. Ну и, конечно, это, как я уже сказала, освобождение полностью граждан старше 70 лет от уплаты взносов за капитальный ремонт. Вот по линии здравоохранения, получается, самое популярное – это оздоровительное санаторно-курортное лечение и зубопротезирование, да? Ну и также бесплатная хирургическая… Высокотехнологическая помощь, да, какая-то? Заболевание глаз, бесплатная оплата хирургического вмешательства, если какие-то проблемы с глазами. Вот пенсионеры у нас не такие, может быть, продвинутые, как мы, молодежь, да, там не всегда могут что-то где-то на сайте посмотреть. Для них, наверное, телевизор больше всего источник какой-то информации. Вот о том, что им положено, где они могут проконсультироваться, куда прийти, узнать какие-то подробности, чтобы полностью воспользоваться своими льготами. Ну, вот смотрите, у нас в каждом муниципальном образовании работают наши отделения. И пенсионеры прекрасно знают о отделениях соцподдержки. Там оказывается всяческая консультативная помощь. Помимо этого, у нас в каждом муниципальном образовании работают социальные работники. Если неработающие пенсионеры по состоянию здоровья, инвалиды не могут посетить самостоятельно наше учреждение, то, конечно, социальный работник оказывает всяческую помощь и документы, которые необходимо предоставить на ту или иную меру соцподдержки, ну и оказывает другие услуги. Это и посещение пенсионного фонда, и, может быть, это уборка помещения или закупка продуктов, питания. Ну, услуг довольно-таки у нас много. В общем, главное знать о том, что нам положено, и этим пользоваться. Для этого все возможности есть. Безусловно, безусловно. Но у нас еще есть и советы ветеранов, да, и работающих пенсионеров. С ними мы, Министерство социальной защиты, тесно сотрудничаем. Поэтому вот о мерах социальной поддержки и о новых, и о тех, которые существуют, я думаю и уверена, что наши пенсионеры знают. И более того, как я уже сказала, 125 тысяч пользуются этими мерами соцподдержки. Елена Николаевна, спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Следующая история. Уже вторую неделю будоражат сахалинцев. Сотни комментариев и версий в социальных сетях. 7 июля в Долинском районе пропала молодая женщина. Екатерине Магирамовой 21 год. Ее ищут родственники, полиция и волонтеры. Пока безрезультатно. Подробности у моей коллеги Ольги Будановой. Ни одного объявления о поисках в родном селе пропавшей девушки. Но размеренную жизнь сельских жителей быстро облетела новость. Родные и близкие разыскивают 21-летнюю Екатерину Магирамову. Время проходит страшное. Я обращаюсь ко всем людям, кто что-то знает, кто видел какую-то информацию малейшую для того, чтобы ее найти. Потому что это человек. Я обращаюсь за помощью ко всем. Подруга пропавшей Екатерины разговаривать с нами не захотела. Хотя родственники подозревают, что она может знать больше их. Зато мы познакомились с другом девушки Руслана. Он видел ее в день исчезновения. В последний раз с их общим другом она села в машину и уехала в сторону села Такое. И все после этого. Катя, Катя, я не убежала. Как думаете, что могло случиться? Говорят, не видите. Она ушла в моей рубашке. Даже в моей рубашке нет. А где-то отдыхали перед этим? Да, отдыхали. Мы три дня отдыхали. Неплохо. Волонтеры и неравнодушные знакомые Кати проводили поиски в лесном массиве. Вчера мы прошли около шести километров в районе такое. Ни вещей, ни каких следов обнаружено не было. Только одним едет. Сегодня собираемся идти опять. Ждем группу. Я, если честно, верите в это все, нет. Я обратилась, я написала там. Ну, есть же люди верующие, там это гадают. Она сказала, что она находится у того человека, с кем она ехала. Где-то там, вроде как, он ее держит где-то. Я, конечно, не могу сказать, что это точно, достоверно. Это просто карты свои... В последний раз 21-летнюю жительницу села Сокол Екатерину Магерамову видели здесь, в районе 38-го километра автодороги Южно-Сахалинск-Долинск. По словам очевидцев, знакомый девушке привез ее сюда с 5 часов утра. Но для чего и с какой целью и куда потом подевалась девушка, пока остается загадкой. Это предстоит выяснить правоохранителям органам. Принятыми мерами установить ее местонахождение, также при помощи волонтеров, не представилось возможным. В этой связи лица, которые либо обладают какой-либо информацией по данному факту, либо хотят оказать содействие в поисках, могут обратиться как в следственный отдел по городу должности, так и органам внутренних дел. Приметы пропавшей. Рост 162 сантиметра. Худощавое телосложение. Волосы русы. От груди до бедра татуировка в виде цветка. Также татуировки на спине и щиколотки. Если вам что-то известно о том, где может находиться Екатерина Магерамова, сообщите об этом по телефону, указанному на ваших экранах. Поздним воскресным вечером команда молодых кинематографистов отправилась на север Сахалина. Акция «Кинопоезд Сахалин» проводится в рамках международного кинофестиваля «Края света». Молодежный центр Союза кинематографистов России и студия «Остров» стали главными участниками проекта. Перед путешествием мастера встретились с журналистами, представили команду и рассказали о планах. Будет работать несколько групп по разным темам и в разных городах. Не могу сказать, что это будет какой-то юбилейный фильм праздничный, потому что, слава богу, Министерство культуры дало нам возможность свободно работать. Именно поэтому мы в эту работу включились. Потому что, если сказать про моих студентов, здесь их три человека. Я, в общем, рада, что преподавала монтаж. Так они учатся в мастерской Сергея Мирошниченко. Они достаточно свободолюбивые и свободные художники, и их никто никогда не заставлял ничего снимать, то, что они не хотят. Снимать мы будем мыс Жункиер, маяк, который там. И постараемся тоже ухватить судьбы людей, которые живут в поселке поблизости, ухватить, возможно, исторические моменты этого места. Строительство современных спортивных площадок продолжается в областном центре. Еще одна появилась во дворе дома по улице Ленина, 327. За последний месяц это уже третий современный спортивный объект, открытый в Южно-Сахалинске. Ранее подобные комплексы были установлены во дворе домов на Комсомольской и Поповича. Это результаты реализации региональной программы «Спортивные острова Единой России». Все площадки оснащены безопасным ограждением и искусственным покрытием. Пока еще не было корта, то есть было такое поле ужасное. Вот, как бы мы играли здесь. Потом мы просили, чтобы построили корт этот. И вот, наконец-то дождались этого. Жители поддерживают эти все вещи, потому что, безусловно, это и место притяжения. Оно в целом и украшает, так как делает, какую-то энергию создает во дворе. Но видно, спортивный объект – это всегда, значит, движение, это всегда хорошая форма, красивая. И поэтому я уверен, что это правильное решение. Мы делаем не просто благоустройство двора, мы делаем спортивный комплекс, мы делаем игровой комплекс, мы делаем место для отдыха наших малышей. И, наверное, в следующий год появится еще и площадка воркаута. После торжественного открытия здесь же дали старт очередному этапу городского турнира по мини-футболу «Битва дворов». Участие в соревнованиях принимают 30 дворовых команд. Турнир продлится до 30 июля. Героям нашего последнего сюжета не страшна ни грязь, ни переворачивание, ни даже возгорание. Участники соревнований преодолевают препятствия на настоящих автомонстрах. На Сахалине впервые прошли гонки с мировым именем – РФС. Автомобильный монстр Франкенштейн пытается вылезти из ямы. Сахалинцы видят такое впервые. Островным джиперам знакомо бездорожье, но здесь нужно проявить все свое мастерство. Стать единым целым железным другом, и тогда он не подведет. Когда я видел небо, было немножко жутковато. И второй момент, когда я чуть не перевернулся. Вот это было спасибо моему штурману, который вовремя мне сказал дать газу, после чего я не перевернулся. Такого еще не было. Это автогонки с мировым именем РФС, в переводе – вызов тропических лесов. Своей страстью соревнования покорили множество стран, и вот добрались до России. В гонках принимают участие три категории автомобилей. Самые проходимые – ХАРД. Как вот, допустим, у приморцев, которые к нам приехали. Они могут пройти все спецучастки, и у них будет борьба за очки. Остальным же надо постараться пройти как можно больше препятствий, всего их восемь. Зачастую это получается сделать только при помощи лебедки. Крутой подъем, глина скользкая, протектор забивается. Тяжеловато немножко, машины не хватает. Поэтому на лебедочке подлебедились, в принципе, нормально, быстренько прошли. Кажется, участники гонок не знают, что такое страх. Команда из Владивостока только месяц назад переворачивалась и горела. Экипаж учел все недочеты и готов бороться за победу. 80% залога успеха – это машина, 20% уже идет пилот. Приморцы знают, о чем говорят. Они уже дважды становились абсолютными чемпионами гонок РФС. Финал их, кстати, ежегодно проходит в Малайзии. Там собираются самые подготовленные машины, самые подготовленные гонщики. Как обычно в сезон дождей, это конец ноября, начало декабря, проходит финал в Малайзийских джунглях. Итог. Гонок вполне предсказуем. В категории «Хард» побеждают приморцы. Именно они отправятся на следующий этап. Их жипы пройдут по тропе «Тигра». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok